Девушки отдыхают 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 наверное, именно поэтому пришли на конференцию. Вот. Поэтому призываю вас не сидеть слушать, потому что нам нечего вам сказать. Мы ждем от вас именно вопросов. Вот. Надеюсь, что они у вас есть, потому что если их нет, мы просто закончим все на, сколько, на 55 минут раньше и уйдем. Нет, у меня есть вопросы. Давай, давай. Я тогда задам первый вопрос, чтобы разогрелись вы, ребята. Пожалуйста, подходите вот к этому микрофону и задавайте. Самый популярный вопрос, который прислали, когда мы анонсировали вот эту вот сессию, это как Google Play отбирает проекты для фичеринга. Окей. Смотрите, немножко предыстория. Ну, вот я сразу такой дискложер. Я это говорил год назад. Повторюсь немножко идеологически. Представьте, вы, у вас есть проект игры, и вы его собираетесь кому-то питчить. Например, какому-нибудь инвестору, предположим, или кому-то паблишеру, у которого есть деньги, чтобы вас инвестировать. Вот уровень подготовки этого питча, и вообще, что вы хотите показать в плане игры, вот вы что будете делать? Вот вы пришлете скриншот мутный, скажете, что моя игра прекрасна, или там будет несколько более глубокая проработка вот этого, так сказать, бэкграунда, да? То есть на самом деле, это как бы вот точки зрения качества проработки. Второй момент, смотрите, каковы цели вот вообще всей нашей тусовки, да? Цель нашей тусовки, с одной стороны, конечно, это бизнес, да, мы заработаем деньги все вместе, а с другой стороны, чтобы наши пользователи, которые пользуются мобильным телефоном, получали качественный контент, да? Вот, соответственно, примерно это является критерием, если так в общем говорить, это потенциал развития, это как бизнеса, этого проекта, и второе, это, собственно, контент, да? Ну, я тут просто дополню, дополню, мы бизнес-юнит, в принципе, те люди, которые занимаются видеоиграми, они тоже бизнес-юнит, мы на вас смотрим, а вы на нас смотрите, как на партнера, который занимает 30% в вашем доходе, поэтому тут как бы надо, чтобы все сошлось. Да, поэтому, повторюсь, контент важен, естественно, трудно предсказать, что понравится пользователям, есть определенные тренды, многие делают напрямую, так сказать, реализацию тренда в виде клонирования того, чего хорошо работает, это нам не очень сильно нравится, конечно, хочется чего-то уникального, мы понимаем, что есть жанровые предпочтения, стараемся развивать те контентные направления, которые людям будут интересны, и которые одновременно дают потенциал для роста именно бизнеса, потому что делать игры за бесплатно, ну, наверное, никто не умеет, ну, может, кто-то умеет, но все равно это не бесплатно, да, если кто-то умеет, скажите мне там потом, я даже специально заряжусь минут на пять, как делать бесплатные игры, вот, ну, мы эту тему будем развивать немножко в процессе нашего выступления, прошу вас. Да, добрый день, меня зовут Денис из Новосибирска, значит, у меня традиционный вопрос уже, наверное, значит, в политике, мы работаем с Гуглом и с iOS, значит, если в iOS поступает жалоба на приложение, ну, по любым вопросам, в том числе и с авторскими правами, ну, разные, да, бывают перипетии, значит, Apple ведет диалог, ну, в трех сторонах, то есть это тот, кто разработал, тот, кто владелец, допустим, прав, или тот, кто пишет эту петицию, и сам Apple. Идет разбирательство, и в конце выносится некий вердикт. Значит, в Google Play, если кто-то на мое приложение отправит любую петицию, как бы подчеркну любую, потому что сами тестировали и отправляли, да, вот, получается, что просто схлопывается игра мгновенно, зачастую схлопывается вместе с ней и аккаунт, никакие разбирательства нам не помогали. Мы писали много раз по разным играм, и это вообще, то есть, без перспективняк полный. И, собственно, суть моего вопроса, хотите ли вы идти по, как бы, дороге Apple именно выстраивать диалог между разработчиками и как-то регулировать права, либо вы хотите, как, ну, так скажем, жесткий монополист просто вырубать рычаг и говорить, ну, ребят, едем дальше, следующий аккаунт, следующие игры. Спасибо. Да, ну, цели вырубать там и кого-то душить нету ни у кого, вы понимаете, да. Другое дело, что, ну, смотрите, звучит так, что там прекрасно подготовленное обоснование представлено в хорошем английском языке со всеми вещами там, да, и, так сказать, и все его поняли. На практике все, конечно, не так выглядит, да, и обычно, если кто-то, а такие ситуации, да, могут быть, например, ваши недобросовестные там конкуренты, что-то такое сделали, очень часто мы видим примерно такое объяснение, а это моя игра, а эти какие-то там плохие ребята, можно меня там, типа, ну, все сделать хорошо, да. То есть, на самом деле, всегда есть детали внутри каждого такого кейса, и на самом деле, из-за, естественно, объема подобного рода запросов, может быть, не совсем, как бы, детально разбирается, и поэтому, поэтому крайне важно в этих случаях, вот, когда вы видите такую ситуацию, если с вами произошла, вот, ваше объяснение, почему вас не должны, там, неправильно, там, удалять, банить приложение, банить аккаунт и так далее, сразу нужно хорошо объяснять, в чем смысл, потому что то, что мы видим в 95% случаев, к сожалению, это особенность, ну, как бы региональная, может быть, я не знаю, но не очень хорошо умеют все-таки разработчики объяснять свою позицию. Предполагается, что про них уже все известно, их все знают, им достаточно просто написать, что это вот, это мой проект, и все хорошо. Дело в том, что ваш конкурент, скорее всего, существенно больше приложил усилий для того, чтобы объяснить, что это его, там, например, да. Поэтому вам нужно такое же усилие приложить, понимаете, то есть, то письмо, которое пишете в саппорт, в ответ на вот эту историю, должно быть максимально начинаться с того, на хорошо объясненное, почему то, что они сделали, неправильно. Потому что если там мутно что-то на пяти страницах, значит, написано, понимаете, да, это как бы каждый следующий там параграф, это как вот конверсии, знаете, вот в вебе, да, все меньше и меньше конверсии внизу. Вот то же самое и тут. Призываю очень четко формулировать свою позицию. Дело в том, что не всегда легко определить действительно копирайт, например. Это не так просто, как кажется. Многие разработчики до сих пор игнорируют простые вещи, например, где-то в описании about или там в игре не пишут никаких ссылок на legal свой сайт, либо на копирайт, где написано, что они, например, используют, предположим, логотипа чего-то, либо это их, да, и людям, которые получают такие запросы, необходимо провести дополнительную работу, чтобы понять, это вообще кто является овнером, понимаете, и это огромная проблема. Вам кажется, например, потому что это ваше, что по дефолту это ваше, и все остальные как бы тут ни при чем, но на практике со стороны это не так все просто выглядит, да, не так все очевидно, тем более очень много кейсов, когда действительно люди клонируют что-то, люди копируют что-то, и на самом деле привыкли саппорты разбираться именно с ситуациями, когда действительно что-то произошло нехорошее. И когда прошло что-то хорошее, то есть я имею в виду, вы правы, а те ребята не правы, это сложно. То есть опять же, вывод какой, никто не хочет кого-то просто роботом там выключать, такого нету. Там есть люди, но им нужно хорошо объяснить сразу свою позицию, прям сразу, и быть настойчивым. На самом деле, весь наш опыт уже несколько летний показывает, что если быть настойчивым, что-то к позиции объяснять, вопросы все решаются. Ну просто у меня-то ситуация какая-то складывалась. Мы писали, ну может у меня, конечно, субъективное мнение, что мы пытались и развивать. Ну да, у вас все-таки конкретный случай. Грамотно, обоснованно, но суть в чем? То есть все петиции оставались, по крайней мере у меня такое сложилось впечатление, что ответил исключительно робот на автомате, никакого там диалога я вообще не почувствовал. Смотрите, там не робот, просто там есть стандартный текст, который вставляется, ну как обычно работает саппорт любой CRM-системы, никто не будет заново писать письмо, поэтому выглядит как будто робот. Как будто робот, да? Это не роботы. То есть кейсы обрабатываются людьми, особенно кейсы по копирайтам, по делегальным использованию контента, вообще все то, что подается через вот это направление, связанное I found illegal content в Google Play, да? И там много вариантов, что я там нашел, да? Я просто еще от себя добавлю, что у нас в принципе процесс работает так же, как и в IPLA, да? Если вы там цитируете конкурентную платформу, у нас также есть legal департаменты и другие отделы, которые занимаются этими вопросами. Вот. Тут на самом деле много можно что говорить, у вас случай конкретный, вы можете к нам в конце подойти, просто оставить свой адрес почты или нам написать. Мы глянем, мы как бы этим вопросом занимаемся, мы никого специально не баним и не вырубаем для того, чтобы помочь кому-то другому. То есть такого не бывает. Да, с точки зрения справедливости, скажем, мы обычно так, ну, на эту тему отслеживаем, нам не хочется, чтобы даже разработчикам, может быть, не с миллиардами, там, не столов и не миллионами долларов обижали, да? То есть мы обычно это смотрим и стараемся не пропускать. То есть если у вас очевидно какая-то история неправильная, мы посмотрим на нее. И такой еще вопрос дополнительный. Значит, мы тестировали следующую историю. Когда мы писали, то есть мы проверяли, как на нас петиции пишут, писали сами петиции. Значит, петиция заключает следующее. Ребята нарушают там копирайт. Нам отвечают, какой копирайт нарушается. Мы пишем. Слушайте, мы не знаем, кто владелец копирайта, и вообще мы не совсем понимаем. Но где-то мы вообще это видели. Вот там-то где-то видели, там ссылку на сайт, где ничего. Вы имеете в виду, уже ваш копирайт нарушают. То есть и вас обвиняли, и вы обвиняли. У вас там хорошо. Сами себя репортите, по сути, да? Не, не сами себя. Мы репортим других ребят, которые нарушают копирайт. Слушайте, у вас время остается там заниматься играми. Конечно, нет, ну мы просто прощупываем, да, как это делается впротив нас. И, то есть мы вообще никакие даже копирайты не предоставляли, кинули сайт, на котором нету ничего про копирайт. А приложение конкурентов забанили благополучно. Смотрите, ну может это как, это бизнес? Ну шучу, да? Но, нет, ну на самом деле, смотрите, идеальной системы нет. О чем я вам говорю? Есть пограничные ситуации всегда, в большом объеме, просто в масштабном, всегда они и существуют. Если что-то возникает очевидное, и вас реально там незаслуженно обидели, мы постараемся разобраться. Да, я говорю, подойдите к нам просто в конце, я возьму ваш адрес почты или еще что-то. Потому что тут слишком много как бы личных деталей, которые… Хорошо, все, спасибо большое. Здрасте, меня зовут Михаил, и у меня вопрос про то, что будет 25 мая в связи с GDPR. И вообще какие требования к приложениям, что нужно внедрять или нужно было внедрить, и будет ли бан, или что-то еще. Кто не в курсе, есть директивы Евросоюза, касающиеся работы с персональными данными, очередная, там масса требований. Тут мы вам, к сожалению, сейчас прямо со сцены, наверное, вряд ли что-то скажем. Единственное, что можно сказать, что свою часть мы готовим, то есть инфраструктура в соответствии всем требованиям и даже больше. Значит, что касается… я не могу сказать, была ли коммуникация от нас официальная, честно говоря, я не помню. Нет, от нас еще не было. Еще не было, да? Вот. То есть, к сожалению, это вопрос довольно тонкий, там много таких legal моментов и вообще интерпретации. Кто читал документы, он довольно большой, и там все тоже не так все просто написано. Вот. Поэтому со сцены тяжело, но могу вам сказать, с нашей стороны мы готовимся и надеемся сделать так, чтобы все было в соответствии с законом Евросоюза, да? Но это определенные требования, скорее всего, предъявят, да, действительно, к тому, как работают с пользователями и с их данными, в принципе. В ряде случаев это может оказаться там потребовать что-то сделать для этого, потому что там множество способов собрать пользовательские данные, они существуют там как в самом продукте, так как там разного рода СДК, которого используются там, ну и так далее, да? То есть везде это может быть. Соответственно, в принципе, сейчас все это знают, и, наверное, все, кто пользуется онлайн-сервисами, наверное, уже последний месяц получали от всех практических письма в той или иной форме, рассказывающих, да-да-да, вот мы тут, значит, все это сделаем, и даже больше, и вообще-то мы делаем не потому что, а потому что мы сами хорошие, и так далее, да? Вот, поэтому, вот, к сожалению, больше не отвечу, вопрос реально сложный, и он очень, говорю, опять же, из-за того, что там много юридических тонкостей, как это все должно имплементировано быть, и документ сам этот большой, вот. Со своей стороны мы ваших пользователей полностью как бы защитим и сделаем все, что нужно, это мы гарантируем. Вот это да, это мы делаем. То есть там, из-за того, что там, понимаете, из-за того, что система, она, по сути, здесь партнерская, то есть платформа дистрибуции, предложим, наша, там, предложим, платформа, на которой работает приложение, там, она, здесь наш open source, да, плюс есть вы, плюс есть еще кто-то, там все очень сложно получается. Все это в комплексе дает такое, знаете, бесконечное количество вариаций, где какие данные должны быть, требует там консент, где там что-то можно удалить поисками, где-то там еще что-то. Сложный вопрос, реально. Если вы очень, конечно, этим заморочились, можно, конечно, потратить много денег на юристов и попытаться разобраться, но я боюсь, что здесь надо просто посмотреть, что будет реально на практике. Я надеюсь, что мы какой-то гайдлайн выпустим, вот, пока вот нету. Но, опять же, с нашей стороны, вот Рома правильно сказал, что свою часть мы готовим, да, здесь. Ну, то есть 25-го числа не стоит ждать. Сломаться не должно ничего. Ну, мы надеемся, что не должно. Там еще есть вопросы, кто как это будет, естественно, отслеживать и так далее. То есть, Google Play там не будет вот прям ручку, ну, не знаю, что-то делать. Ну, мы не ожидаем такого, реально не ожидаем. Там есть несколько точек, в которых могут быть дополнительные, вот, как сказать, доступ к этим данным оказаться, различного рода сервисы, логины, сайныны. Вот, это есть такие проблемные места. Но, в целом, мы не ожидаем. У нас нет никакого такого, знаете, класса. В любом случае, с нашей стороны всегда идет коммуникация. Мы всегда даем информацию, всегда даем срок. Если что-то случится, мы, однозначно, будем это очень быстро решать, и коммуникация будет, конечно, по всем разработчикам. Обычно серьезные вещи, кит-критикал, по аккаунтам, которые зарегистрированы на ваш дело про аккаунт, всегда рассылаются в консоль, линтификации, ну, и так далее. То есть, что-то серьезное мы обязательно напишем. Тем более, мы ведь не ждем 25 мая. Мы, с нашей стороны, проверку уже ведем по приложениям и так далее. То есть, самые грубые нарушения, мы их уже выявляем, и тут работы ведутся. Там же нюанс просто, что пользователь должен разрешить, а ни у кого в приложениях нету этих кнопок на разрешение. Если у вас вопрос касается того, будем ли, например, мы под давлением вот этого законодательства просто всех удалять, ну, такого у нас не планируется, вообще говоря, да? Как бы. То есть, и такого желания нет. И такого риска, ну, не должно быть. Опять же, если будет что-то серьезное, мы будем коммуницировать. Я говорю, из-за того, что очень сложная схема, так как много вовлечено, счет пати, все, так сказать, в таком, знаете, даже не треугольнике, а в таком многоугольнике находятся, не так просто все это решить. Вопрос. Потому что мы решаем свою часть. Значит, в принципе, на стороне разработчика тоже его часть есть. Вот. Тут как бы контроль наш, он ограничен, да. То есть, как бы, знаете, всегда… Вот. Надеюсь, что ничего плохого не будет. Посмотрим. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел вам задать вопрос по поводу Google Play Early Access, ранний доступ. Вот. Не могли бы вы рассказать поподробнее о нем? Возможно, какие-то успешные кейсы, кому туда стоит идти? И, ну, как можно больше информации о том, стоит пробовать, нет? Смотрите, Early Access. Давай я отвечу, потом ты добавь. Смотрите, под Early Access понимается, на самом деле, что? У нас довольно много есть программ раннего знакомления по разным технологиям. Они есть и в Google Play консоли, и в самом Google Play продукте, который в дистрибуции занимается приложение. Я так понимаю, тут вопрос про бету идет, да? То есть, игра в раннем доступе. Я вот к этому хочу прийти. То есть, на самом деле, что вы имеете в виду конкретно? Потому что есть набор программ, которые доступны в раннем доступе. Как правило, все они требуют того, чтобы в них записаться, и, ну, на самом деле, без гарантии того, что вас туда возьмут. Как, например, там, техническое какое-нибудь раннее ознакомление, не знаю, версия чего-то. Или вы что-то другое имеете в виду? Вы просто уточните. Я имею в виду игру, которая еще, ну, контентом полностью не закончена, но использовать early access для баланса. Это при регу, имеете в виду, наверное? При регистрации? Нет, это ранний доступ. Нет, именно ранний доступ, да. А, ну, окей, давай ты. То есть, я просто слышал, что, ну, те, кто попадает в эту программу, им Google, ну, дает какое-то количество трафика внутреннего для того, чтобы, ну, проверить какие-то гипотезы монетизационные. Ну, на самом деле, мы тут трафика никакого не даем. У нас просто есть коллекция, которая называется коллекция раннего доступа. Форму для того, чтобы туда попасть, можно просто погуглить. Она ни от кого не спрятана. Форма, которая себе там, там, наверное, 10 полей, да, где мы от вас потребуем информации. Так, из той информации, которую мы можем дать, два необходимых пункта, которые нужно соблюдать, когда вы подаетесь в ранний доступ. Это локализировать игру на английском и на том языке, в котором вы собираетесь дополнительно запускаться. Без этого, как бы, проект рассмотрен не будет. Вот, потом у нас есть команда, которая проверяет вашу игру на качество и на интерес, который она может предоставлять для этой коллекции. Вот, в этом случае вас возьмут. Сроки, на которые мы берем, и как часто она там будет крутиться, мы, естественно, не раскрываем, мы смотрим на перформанс, то есть на конверсии, которую ваш сторлистинг дает, попадая в эту коллекцию. То есть, если там перформанс будет не очень или будут там плохие отзывы или еще что-то, мы просто ее оттуда убираем. А какие-нибудь успешные кейсы уже использования этой программы? Успешные кейсы, на самом деле, ну как, вопрос ведь зависит от того, что вы будете тестировать. Обычно, если речь идет о больших разработчиках, когда… Им не надо. Да, вот. То есть, они могут нагнать аудиторию через бета-программу своим путем. Если идет теперь речь о маленьком разработчике, ему нужен необходимый онлайн, допустим, чтобы у него работал матчмейкинг, на самом деле тут все тяжело, потому что там есть куча вопросов к вам, то есть, как вы там это все балансируете, как вы уже работаете с сырым продуктом, тянут ли у вас там сервера, вот, как и вообще к пользователям, то есть, интересно ли им, учитывая, что мы все-таки говорим о мобильных играх, на мобильных играх тяжелее создавать IP или продукт, которому есть постоянный интерес. Достаточно ли их потом приходит, чтобы пробовать ваш проект. Для каких-то вот там более казуальных проектов или не синхронных, это работает лучше. А есть ли какой-то фидбэк от команды, которая в этот инструмент вовлечена? Ну, возможно, они дают какой-то совет, что вот вы можете здесь потестировать, что здесь? Нет. А если они вас берут в программу, они вам присылают письмо, в котором описаны все требования, которые нужны. И дальше сам уже все там. Да, а дальше вы как бы… Хорошо, спасибо большое. А у вас какой, онлайновый проект или… Нет, нет. Ну, то есть, я думал его использовать как инструмент, ну, как софт-лаунча, только в котором трафик дает платформа, ну, благодаря тому, что ты попадаешь в подборку раннего доступа. Ну, тут, если честно, вот в таких случаях еще задумайтесь о том, чтобы купить какое-то количество трафика, Ну, да, да, вот я и хотел услышать, что бы вы посоветовали. То есть, ну, понятно. Вы не забывайте, что по умолчанию это то, с чем нам приходится работать. Мы все-таки себя зарекомендовали как стор, где куча бесплатных игр и контента. То есть, люди, когда бегают по этим коллекциям, это то, что они, в принципе, ищут. То есть, как бы платить сразу никто не хочет. Над этим еще приходится работать. Спасибо большое. Конечно. Илья, Авиасейлс и AppFollow. У меня пара коротких вопросов. Первый от Авиасейлс, хоть это не совсем игра, вообще не игра. Вопрос такой. На некоторых девайсах наших я видел новый дизайн страниц приложения в Story, где нет верхней графики, где более мелкие скриншоты и все такое. Есть ли какие-то планы, либо какие-то другие варианты страниц, либо какие-то примерные сроки, когда это все будет выкатываться в лайв, потому что редизайн достаточно серьезный и хочется как-то к нему подготовиться. А каким цветом был бэкграунд Store? Честно не помню, светлый был. Ну как, страницы, графики верхней нет, мелкие скриншоты, новый дизайн, бейджик и все такое. Ну, смотрите, во-первых, то, что разные поиски видят разные Store, это нормально. У нас постоянно запущено там несколько сотен экспериментов в Story, которые с использованием персонализации Store, там, тестируют разные, врода, внешний дизайн, чтобы понять, как то или иное UI решение, оно отразится на инсталлах, да, на то, что мы называем acquisition, да. Естественно, цель, чтобы Store давал больше acquisition. Поэтому разные люди могут видеть разные UI, и как и сейчас люди видят разные, например, подборки, разные последовательности в каждой подборке, да. Это нормально. Что касается подготовиться, тут очень сложно сказать, потому что эти фичи, они очень часто, практически всегда постепенно раскатываются и не одновременно запускаются. То есть даже если вы, типа, подготовились, есть какой-то жесткий milestone, это не означает, что для вас это будет что-то важное. Это платформа, которая из-за того, что специфика, да, вот огромное количество приложений юзеров, ничего не запускается одномоментно. То есть всегда все тестируется в разных формах, на разных регионах, с разной процентной аудитории. То, что вы видели другой дизайн, это тоже тестируется. В целом, да, Store точно развивается, и там активно происходит разработка и визуальной части, и качество персонализации, и других вещей. Да нет, ну да, и тут, чтобы дополнить, опять же, мы никогда резких никаких движений не делаем. То есть всегда даем, мы беспокоимся о наших пользователях, о наших разработчиках. То есть если потребуется однажды сменить формат иконок или ассетов, которые вы паблишите через Store, мы об этом обязательно предупредим, у вас будет время поменять. А вообще у вас сейчас есть претензия к Store, или вам просто интересно? Нет, просто у нас два приложения, у которых 30 и больше локализаций, и вот это все придется готовить, менять и прочее, и хочется как-то понять, к какому там, к зиме, к лету это все придется делать. Ну, советую просто поговорить с Лешей, который с вами работает, и на эту тему. Да, я не сказал ничего. Да, да. Ну вот он не сказал, потому что не так просто ответить на этот вопрос, но тем не менее, вот лучше в рамках нашего взаимодействия все. Да, понял. Текст, скорее всего, жестко менять не придется, то есть там речь идет больше о визуальных ассетах. Ага, хорошо, спасибо. И второй вопрос от AppFollow. Мы делаем сервис с интеграциями, с ключами, с отзывами, с рейтингами в Slack, отправляем, и опять же сравним с iOS. iOS сейчас нам дает возможность отвечать прямо из Slack на отзывы, то есть отзыв приходит, сразу нажал кнопку, ответил, все круто, по опишке, а вот Google Play пока не дает такого. И приходится редиректить пользователя в Store, где ему там надо заходить в консоль, отвечать, в общем, неудобно. И хочется узнать, есть ли, возможно, не совсем как бы вам вопрос, но есть ли какие-то планы по... Ну вот не ответим, честно говоря, вот так, знаете, не помним, есть ли план по API на ревью и фидбэк, просто не помним. А может как-то позже там... Да, ну вот я предлагаю просто, Леша, простите, мы тогда уточним этот момент. Так вот просто не помним действительно из головы. Ну да, потому что мы сначала были первыми, кто это придумал, а теперь как бы много сгоняется. Ну надеюсь догонится, спасибо. Спасибо. Привет, Диана. И у меня вопрос, нужны ли какие-либо фичи для Android 8, для фичеринга? Мы, да, мы на самом деле частично на этот вопрос вам ответили с самого начала, когда Дима делал интро. Мы не смотрим сейчас на фичи для того, чтобы вас рассмотреть на промо в Store. То есть больше как бы то, что вы себе представляете как бизнес-юнит. Дополню два момента, важно, кстати, вот хотел об этом сказать, что-то забыл, извините. На самом деле есть требования по таргет-сдк. А, если это назвать фичей? Ну, если это назвать фичей. То есть на самом деле будут требования, но это будут требования, касаемые фичеринга, это будут требования вообще, публикации в Store и публикации апдейтов. Это было, на самом деле, публиковано, по-моему, в девайвер-блоге Андроида, с тем, что таргет-сдк, который выставляете, определенный номер, не помню какой, но, по-моему, на О. Это вот этот момент. И второй момент, связанный с требованием уже для включения любого рода подборки. Здесь очень важный сейчас качественный момент. Смотрите, если обратили внимание, в консоли сейчас показываются, показатели качества приложения, так называемые вайтлс. Это крэши, это ANR, это всякие wake-up-локи и так далее. То есть то, что нарушает работу для пользователей приложения, либо вызывает расход батарейки и так далее. Это очень важно. Эти показатели могут повлиять на рейкинги и другие вещи, и мы на них смотрим всегда. То есть мы, если раньше мы все-таки больше смотрели исключительно на контент, сейчас мы смотрим еще и на качество. Мы хотим, чтобы эта игра не просто работала только на топ 30% девайсов, но и на большом количестве девайсов. То есть поэтому вот эти вещи, которые, если у вас, я не помню, там у нас сейчас трэш-холды есть? Есть. Да, то есть обязательно обращайте внимание на вайтлс, то, что называется Android вайтлс в консоли. Вот это должно быть ниже. Может быть, потому что если это будет слишком высоко, это может повлиять на ваши инсталлы, потенциально рейкинги, на все остальное. И это точно повлияет с нашей стороны на ручное модерирование и ручный editorial коллекции. Вот это важно. То есть это не то, чтобы какой-то фича, это просто элемент качества кода вашего. И на самом деле это элемент тестирования на всех девайсах, ну на большей части девайсов, которые есть. Вот это важно, реально важно. Просто мы, вот просто еще раз подчеркну, для всех это как бы момент, на который мы сейчас существенно больше смотрим, потому что это одна из главных причин, например, почему батарейка быстро садится или телефон греется. А это один из самых главных жалоб от пользователей на мобильный телефон, да, всегда. То есть вот поэтому вот внимание надо обратить. И у нас прямая сейчас корреляция между вот этими Android Vitals, этими параметрами, энерокрешрейты, wake-up lock и всякие lock в коде. Вот. Есть best practices, опубликованные на наших официальных сайтах, как избежать там, не знаю, лишних wake-up lock, как избежать там, ну и как работать над качеством. Это важно, вот, реально важно. И какие требования по девайсам? По девайсам нет у нас никаких требований, на самом деле. Эти требования касаются вообще, в принципе, качества работы, как бы, приложения-игры. Вот. Ну и как минимум 4 звезды. Если уж про это. Да, ну если да, если уж так говорить формально, ну все это так уже знают, 4 звезды рейтинг, 4, ну да. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, Дмитрий, Роман, меня зовут Александр. У меня есть парочка вопросов. Первый из них, это ни для кого не секрет, что Google частично раскрывает данные для поискового продвижения. Скажите, есть ли какие-то инсайты по АСА, которыми Google может поделиться? По АСА? Да. Ну, на самом деле, смотрите, мы, как бы, у нас даже были до этого воркшопы, и может быть еще будут. Те рекомендации, которые мы обычно даем, это касается вообще маркетинг-подхода к вашей странице, да. То есть, как бы, есть часть та, которую, как бы, мы, естественно, официально не обсуждаем, это то, как вы используете ключевики. Как бы, тут у нас, ну, народ бывает креативен настолько, насколько это возможно, да. А другая часть, которая касается, вот, то, что мы, в общем, в общем, в общих случаях рекомендуем тестировать, да, за счет наших опций, там, AB-тестирования и так далее. Это все, что касается иконок, видео, которые вы добавляете в ваш store-листинг, и качество локализации, которая есть. Ну, то есть, по сути, вся информация, что есть у вас на официальных страницах. То есть, как бы, вот это то, что официально мы обычно… Еще по части сигналов store, там, universal app campaigns оптимизируют, могут быть оптимизированы частично, да, но там не так явно это доступно, как вот, да, просто сигнал, а он там используется для, предположим, таргетирования или какого-то оптимизации, собственно, рекламной части. Но это не… Ну, просто мы сами очень сильно анализируем масса, и, например, в зависимости от разных апдейтов Google, мы обращаем внимание, что, например, ключевики в отзывах индексировались, не индексируются, ключевики в what's new индексировались. Это очень динамичная система, связанная, опять же, с тем, что я упоминал раньше, постоянные, запущенные много параллельных, как бы экспериментов, тестировав разные фичи, поэтому, когда… Это вопрос касается очень… Знаете, это близок, вот, когда спрашивают, какой алгоритм генерации топ-чартов, например. Это, в принципе, вот про это, да. И, к сожалению, даже если бы мы хотели, мы не смогли бы это объяснить. Нет, нет. Потому что вариативность и переменные, которые используются в этом алгоритме, они просто все время меняются, да. И вот и все. И тут сказать четко невозможно, даже просто, если бы даже мы и могли бы из там соображений к официальности это раскрывать. Вот и все. Я понял, хорошо. Плюс персональные данные, не забывайте. Там масса моментов связана как вообще с персональными данными юзеров, так и вот с новыми трендами по ужесточению этого контроля. Поэтому здесь очень сложный момент. То, что рекламные сети имеют доступ к этому в определенной степени, как… Но это все очень четко мониторится, все это как бы легально соответствует всем правилам. Никто там не раскрывает ничего лишнего. Вот. Поэтому тут момент, вы понимаете, такой же, знаете. От тебя добавлю, что до сих пор хорошая иконка или правильное название Тэтла. Да, ну в аптестрах это видно, да, сразу же. Вопрос по ГДПР. Большие рекламные сети обновили свои СДК, чтобы у заработчиков была возможность принять согласие или отказ пользователя на обработку персональных данных. Есть возможность при инициализации рекламной сети указать, что пользователь дал свое согласие, хотя на самом деле он его не давал, будет ли Google выявлять такие как бы действия и какая-то за это будет ответственность? Ну, смотрите, если будет реально нарушение в сторе, мы его будем, естественно, выявлять. Потому что там есть четкая полиси на эту тему. И в полиси, даже если не написано, например, что-то, как выдержка из ITPR, там есть четкая ссылка на то, что должно быть, соответственно, законодательство в стране, в которой происходит дистрибуция приложений. Да, конечно. Соответственно, если будет нарушение, мы точно это будем выявлять. Там когда это произойдет, как это произойдет, этот вопрос там второй. Но то, что полиси очень четко мониторятся, это точно. Я могу просто еще сказать, ведь вопрос данных, он не возник только и не возникнет только 25 мая. Он и существовал и до этого. То есть мы работу ведем, сколько этот вопрос существует. Я же говорю, мы сразу моментально так просто никого не баним. Обычно есть рассылки и время, чтобы у вас было возможности это исправить. Я вас понял. Скажите еще, в Store существует множество однотипных приложений. Скажем так, существуют генераторы типа AppsGazer, QuickAppNinji, которые генерируют квизы и мелкие игры. Скажите, как Google относится к ним? Есть ли какие-то… Есть также бизнес-генераторы, да, которые для интернет-магазинов приложения карточки создают? Есть просто уведомительные там приложения какие-то тоже через генераторы? Каким образом Google относится к этому? И есть ли какие-нибудь законные основания выпускать вот в каком-то формате бизнес-приложения? Ну, смотрите, как Google в целом относится, мы вам тут не скажем. Можно сказать, как относимся мы, как тех, кто отвечает за то, чтобы развивался бизнес игровой и приложение. Естественно, мы хотим, чтобы люди получали качественный контент и чтобы эти приложения зарабатывали деньги. Соответственно, вот мы не видим много примеров, на самом деле их практически нет, когда вот такие, скажем, дешевым способом сгенерированные там изделия кому-то что-то хорошее зарабатывали. С исключением, если это сделано для там нагона трафика, и то это уже не очень хорошо работает. Но, между прочим, этот бизнес потихонечку и, наверное, уже закончился. То есть делать просто маленькие поделки, вот такие, да, дешевые, оно, на мой взгляд, наверное, уже не оправданно с точки зрения финансового. Потратить больше денег на привлечение трафика, на чем... Есть ли какая-то возможность или юридические основания для того, чтобы сделать качественные приложения, которые реально конверсионные, например, те же самые интернет-магазины, и обсудить с Google дистрибьюцию этих приложений? Ну, то есть в плане, что это с генератора и... Смотрите, как оно получилось, никого не волнует. Волнует, чтобы это не нарушало копирайты и множество других требований там в полисе, да? То есть если это чистый клон, бинарный, естественно, это точно будет сразу автоматически определено. Если это клон не бинарный, но выглядящий очень похоже на, так сказать, его источник, тут очень много вопросов возникает. Насколько он похож, что там похоже, да? Если это геймплей похож, ну, естественно, геймплей, он не так много разных геймплеев, тут копирайты трудно предъявить. Поэтому здесь вот после того, как это не бинарно соответствует друг другу, а тогда возникает масса легальных вопросов юридических, да? И тут уже очень трудно определить, клон это, не клон это. Тут уже надо заниматься юристами. То есть у нас такие примеры есть, действительно, как маленьких, так и больших. Опять же, наше отношение какое? Если это не нарушает полисы, да, формально, мы ничего тут не делаем, но… Я тут понял, что тут еще стоит вопрос про движение. Интересно ли это нам, да? Да, вот нам это не очень, в принципе, обычно интересно, но не потому, что мы не любим клоны или мы не любим там какие-то копии, а потому что мы смотрим на это исключительно, есть ли у этого продукта потенциал роста или нет. У клонов тоже может быть потенциал роста, правильно? Ну, понятно, да. Вот и все. Если он есть, ну, окей. Но, в принципе, конечно, в целом, если так овероул смотреть философски, мы хотим, чтобы контент был уникальный, интересный, все-таки достаточно новый. Потому что клепать, условно говоря, изделия похожие друг на друга, это все-таки, как бы, ну, деградирует все качество истории. Вот мы из этого исходим. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Елена, я занимаюсь локализацией. Вопрос у меня тоже про локализацию. Если брать, например, российские игры или приложения и зарубежные, но которые локализованы на русский язык, будет ли Google отдавать какое-то предпочтение в показе пользователей? Или это исключительно, или какое-то есть процентное соотношение? Нет. У нас тут нет. Самое главное, это чтобы локализация была сделана правильно и хорошо. Вот. А потом, как бы, опять же, вернемся к начальной теме. То есть будем смотреть на ваши бизнес-показатели. То есть, допустим, у российского приложения больше шансов, если показатели... Приложение приложения и приложение игра. Вы сейчас про что вам это говорите? Ну, давайте возьмем игры, раз мы говорим про игры здесь. Да. Ну, то есть, если игра, например, более успешная на российском рынке, более известная, чем, например, зарубежная игра в том же жанре, которая была недавно локализована на русский язык, то у кого, как говорится, шансов больше? На самом деле, вас тут больше, как бы, отберут пользователи. Ведь вы, когда качаете какое-то, если там плохая локализация, вы просто не будете пользоваться этим продуктом. Ну, допустим, если мы не рассматриваем качество локализации, то есть, допустим, локализация хорошая, но вот игра, например, неизвестная. Нет, не будет никого отличия. Смотрите, локализация – это не конечная цель игры, продукта. Это путь к тому, чтобы сделать продукт интересным для большего количества людей. Вот еще повысить engagement, да, так скажем. Поэтому, то есть, это как бы этап, это не цель. То есть, если бы цель была сделать локализованные продукты, да, то есть, у нас торбус стоял бы справочников русского языка, например, в России, английского, там, в Англии. То есть, поэтому, опять же, неважно, нам неважно, было это локализовано, нативный это язык или что-то еще. В данном случае это касается, опять же, а, контент интересен пользователям, б, тут есть бизнес перспективы. Вот. Как это локализовано, чего это локализовано. Есть примеры, когда плохая локализация, хорошо перформит, например, да, вопреки, так сказать, теориям. То есть, это вообще не совсем напрямую связанные вещи. В ряде регионов, например, скажем, в Японии очень чувствительны люди к локализации. Там, у нас менее, например, чувствительны к локализации, да. Там англоязычный… У Кореи, допустим, даже шрифт имеет значение. То есть, если они что-то не нативное, они даже игры не качают. То есть, на самом деле, это очень сильно колеблется. В принципе, у нас, если брать вас интересует, скажем, регион русскоговорящий, у нас толерантность достаточно высокая к плохой локализации, потому что люди традиционно привыкли, чтобы было плохо локализованной игры. Но это меняется. Все привыкли к хорошему и хотят хорошее. То есть, теоретически, плохая локализация может привести к плохим рейтингам. Плохие рейтинги приведут к плохим, соответственно, показателям по рейтингу, по персонифицированным разным подборкам. Мы на это обратим внимание сразу. То есть, это не очень будет хорошо, но это не будет при первопричине, это будет обоследствием. А есть какая-то статистика, которую можно посмотреть, насколько, например, пользователи занижают рейтинг, именно основываясь на том, что, например, приложение не локализовано или локализовано плохо? У нас в основном пользователи занижают рейтинг по двум причинам. Это когда много всяких технических проблем, крэши и так далее, или когда очень жесткие пейволы. То есть, ты говоришь, что у тебя проект бесплатный, ну и есть третий вариант, когда там много рекламы. Обычно, когда плохая локализация, люди просто перестают и не качают ваш проект. Прямой статистики у нас нет, мы не можем с вами ничего поделиться. Спасибо большое. Еще дополню просто. Надо же понимать, что локализация, она всегда в контексте определенном актуально. Если там много текста и много диалогов, и там есть story-based что-то, адвенчур какой-то, тогда это очень важно. Люди просто могут не понять или это выглядит глупо, плохая, смешная локализация и так далее. Это важно. Есть же, когда экшн какой-то, мало текста, в основном картинки, там это, в общем-то, не сильно принципиально. Более того, люди, привыкшие к жанрам, они и так разберутся. Они просто знают, как устроен геймплей, и мне так важна локализация. То есть надо смотреть, когда контекст всегда. То есть если текст важен для работы приложений, тогда, собственно, и ценность локализации выше. Если локализация имеет как бы дополнительную функцию, тогда и ее, так сказать, ценность ниже. В целом, мы, конечно, рекомендуем локализовывать под ключевые рынки. А у вас был, например, опыт, когда вы отказывали к какому-то приложению, потому что оно было плохо локализованное, и вы, например, решили, что вот это сильно сыграет на получении прибыли. На самом деле у нас все приложения, которые мы ставим в фичеринг или в промо, проходят ревью по качеству локализации на рынке, где мы его ставим. Поэтому если наши эксперты считают, что качество недовлетворительное, мы его туда не поставим. Естественно, из магазина его убирать никто не будет. Вы просто не пойдете. То есть для вас это в любом случае будет потерянная оппортина. Да, но вот это как раз я и хотела. Да, да. При фичере вы не пойдете на рынок, если у вас плохая локализация. В данном случае локализация рассматривается как элемент качества. Аудиторию всегда включают в качество к рассмотрению дополнения ко всему остальному. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Меня зовут Алексей. Я программист. Уже речь зашла про Vitals. Сегодня можете рассказать в целом про планы развития, потому что недавний апдейт позволяет еще лучше понимать, насколько у тебя все хорошо или плохо. Но иногда остаются проблемы с тем, чтобы понять, как сделать лучше. Например, видно, что есть крэш какой-то. Он может быть обусловлен тем, что агрегатор видеорекламы показал какой-нибудь ролик, который фетчится только в определенных странах, только в определенной сетке. И это привело к крэшу. Воспроизводить сложно, как бы сужать воронку и понимать, что именно привело к падению. Ну, зачастую проблематично. То есть, что планируется в дальнейшем в развитии Vitals и так далее. Ну, смотрите, тут немножко нам сложно будет вдаваться слишком глубоко в какие планы по тулам, например, там, отладочным и анализа крэшей. Могу я только, единственное сказать, не вдаваясь, к сожалению, не смогу так ответить. Но что точно, вот эта тема с Vitals, а именно крэшей, вайкап, локи и различного рода активности, бэкграунд, таски и тому подобное, что там съедает батарейку, например, вот на это мы очень активно смотрим. Это частично сейчас в некоторых репортах видно, да. И могу только сказать, что туда реально много потратят сейчас времени наших разработчиков, чтобы это улучшить. Что конкретно, просто не скажу. Если интересна тема, про это сейчас много пишут в наших официальных технических блогах Android Developers, да. Просто смотрите, что там происходит. В принципе, вообще в целом, конечно, оценка поведения приложения после крэша, это отдельная там проблема. Особенно если вот эти СДК внешние, которые там сами своей жизнью живут и могут там не соответствовать вашим собственным требованиям. Здесь проблема понятна, но… Есть еще сторонние сервисы, которые используют наши разработчики, которые можно также использовать в дополнении, и это помогает решать. Тестирование, 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 да. То есть посмотрите на тест лаба различного, которые есть наш, фаербейзовский, есть все в пати. Здесь, в принципе, конечно, тест – это важно. Вот здесь по-другому не сделать. Все-таки предсказать, что будет на конкретном устройстве непонятного поиска, это очень сложно. Ну ладно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Владислав, я занимаюсь продюсированием, и сейчас вместе с маркетологами очень горячо начали задержать вопрос Early Access, а вообще в целом на вашем платформе. У вас есть даже специальная форма, на которую можно податься. И вот вопрос был основной, в первую очередь, все-таки если мы говорим о фитчинге, возвращаясь к этому вопросу, вы смотрите на техническую составляющую игр в Early Access, на атмосферность этих игр, может быть на геймплей и коровые механики, что для вас является приоритетным? Ну да, так как мы уже говорили, мы смотрим, насколько этот продукт хорошо дополняет нашу коллекцию Early Access. Насколько нам из того, что мы предоставим, и пользователей, и качество проекта, добавят дополнительную информацию. Допустим, еще один матч-3, если, допустим, еще один матч-3, вставлять его в Early Access смысла большого не имеет. Если вы делаете какой-нибудь прикольный шутер или что-то в этом роде, да, где вам требуется онлайн, а нам как бы будет интересно, как это будет перформа, то это ваши шансы поднимет. А активная аудитория уже на момент, когда мы начинаем фитчериться в Early Access, она как-то играет роль, или все-таки в первую очередь и, наверное, ключевым фактором будет именно то, что вы сказали, это ключевой геймплей? Насколько я помню, нет. А активной аудитории, которая у вас есть, нет. Не даст вам ни плюсов, не понизит ваши шансы. У вас такой скрытый есть вопрос, там, нужно ли что-то имплементировать техническое, чтобы попасть в Early Access. Ну, не совсем, нет. Вопрос был скорее именно к, насколько, условно говоря, билл должен быть реально технический, без багов, без каких-то... Тут, смотрите, тут все-таки в первую очередь, это может выявиться потом, да и вам же самим будет хуже, зачем вам портить собственную там репутацию, рейтинги. Но, опять же, вот ключевой момент, он как бы по всей нашей активности проходит, да, то есть контент должен быть в чем-то интересен пользователю. Просто так как эта Early Access коллекция, кроме скала, она узкая, естественно, в ней тоже хочется разнообразия. То есть как бы в целом, чтобы в Сторе было разнообразие, и вот конкретно вот в этой подборке тоже разнообразие, понимаете? То есть понятно, что мы субъективно пытаемся учитывать там текущие тренды, интересы пользователей, потому что они меняются постепенно со временем, во что люди играют, да, но есть некоторые тут изменения. То есть это тоже учитывается. То есть если совсем что-то непонятно что, да, вот как бы перпендикулярно к текущему, это тоже сложно. С другой стороны, совсем повторять кого-то, какой-то проклонный вопрос, да, был, тоже не очень правильно. То есть даже какой-то баланс. Надо вам, ну, как продюсер, вы даже как бы тут быть креативными, да, предполагается, что вы это делаете. В целом и в совокупности, как и наш фичер, это работает, когда у вас есть отлаженный план, да, того, что вы делаете. То есть она вам даст какой-то бонус. На самом деле там не очень много трафика. Хорошо, Апан, спасибо вам огромное. Добрый день. У меня вопроса нет, но я хотел передать чатику на Твиче лучи любви и добра. Спасибо. Спасибо. Ну, у нас осталось вот буквально 10 минут. В общем, да, есть еще время для вопросов. Такое ощущение, что мы, знаете, все время, сейчас, да, вот, хорошо. Повторяются вопросы, конечно, одни и те же. По полисе до сих пор применение, вот, опять, да, с этим, это вот всегда, вот, как бы, что бы мы ни делали, видите, все равно, получается, не доделали. Ну, да. Сегодня с переносом аккаунтов не было. Кстати, вот да, good news, что никто не спросил про перенос аккаунтов. Так easy все. Во, видите, а вы говорите, все плохо. Все, значит, не так плохо, что-то хорошо же. Не, мы не говорим, что все плохо. Здрасте, еще раз, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что при фичеринге, там, при всех моментах учитываете те тренды, которые вы видите на маркете, эти тренды, так скажем, с вашей точки зрения, это какая-то ваша личная внутренняя информация, которая не поддается огласке, или я с помощью, там, какого-то сервиса, ну, допустим, с помощью Google Trends, ну, там напрямую нету, естественно, трендов самого Google Play, но он помогает некую аналитику проводить. Вот есть ли в открытом доступе ваше понимание трендов? Это, я понял, вопрос. Это, вот тут уже начинается, как бы, наука переходит в некое искусство, тире, там, магия. Тут, на самом деле… Верните продюсера. Да, да, да. То есть, на самом деле, здесь во многом вот на этом уровне субъективно понимание какое-то должно присутствовать. Мы, кстати, тоже иногда ошибаемся, мы стараемся быть там максимально угадать, но это невозможно. То есть, какой человек ему понравится. У нас много, большой success rate, в принципе, но есть некоторые не очень success, так сказать, проекты, которые мы поддерживаем. Поэтому здесь много субъективизма, надо просто следить за всем. И вы правильно упоминали про тренды, про то, что пользователям нравится, и ревью других игр, и вообще, что происходит на рынке, потому что предпочтение пользователям меняется, 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 потому что кто-то выходит с чем-то новым, ну, немножко новым, и все туда бросается. У нас много примеров, как разработчиков из наших, нашего региона, есть, так и, как бы, других, которые вот так вот раз, неожиданно что-то делали такое, вроде бы, почти такое, как у всех, немножко другое. Бам, и туда, значит, прибегали пользователи. Почему они туда прибегали? Ну, никто же не мог заранее предсказать. То есть, во многом здесь, конечно, такая удача есть, да? Есть удача, но есть и тренды. То есть, какая-то комбинация. Ну, это такая продюсерская работа, дизайнерская, гем-део, то есть, как бы, здесь не угадывается. Вот этот момент, он такой, знаете, вот, он вот… Не, ну, то есть, у меня-то суть вопроса главная, именно, есть ли какая-то цифровая… Ну, то есть, Google Trends, я думаю, вы прекрасно понимаете, как работает. То есть, он дает некое понимание именно в цифре, то есть, абстрагирование. Я бы советовал вам все вместе оценивать в комплексе. Ну, мы так и делаем. Это комплексная оценка плюс субъективизм плюс талантливый гем-део. Вот и все. Ну, как вот и все. И там еще много чего, да? Ну, все понимают, что это не так просто. Но, тем не менее, вот тут уже науки нету. И, кстати, мы… Да, другой еще ответ на этот. Ведь тренды создаются не только в рамках мобильного мира, да? Они еще создаются другими индустриями, да? Ну, смотрите еще за кинематографом, там, за играми, которые на ПК и так далее. То есть, это зачастую помогает. То есть, и самое главное еще не забывать о том, что речь идет о мобильных механиках. То есть, даже если вы пытаетесь состряпать что-то, что было на ПК на мобильном телефоне, на что он отвечал правилам мобильного управления. Это один из самых важных трендов. Спасибо. Здравствуйте. Я только что подошел, я, может, не слышал, может, уже задавали вопрос. У меня такой вопрос. Если я выпускаю игру одновременно на iOS и на Google, допустим, 1 ноября, есть ли официальный какой-то канал, куда я могу написать, чтобы команда, которая занимается фичерингом, поставила мою игру в новинки, учитывая, что у меня не было early access, у меня не было soft launch, но игра не очередной матч 3, она, скажем, уникальная, интересная, хорошая. Мы пропустили просто начало, где мы рассказывали, собственно, какие игры могут быть вообще интересны, и как отбор это происходит. Что-нибудь скажешь? Я имел в виду, есть ли какая-то формочка, куда можно заполнить, искать, ребята, моя игра выходит первая. Есть, формочка есть, можно заполнить профи-изработчика, он не секретный. И мы это отсматриваем периодически, есть специальная команда, это смотрит. Есть там заявка о включении в Индии, подборки, например, да, плюс у нас есть автоматический, он есть до сих пор, New Game, я не помню, мы его показываем. Кого? New Games. Ну, я не понял, там, российский New Games, он сейчас есть? Нет. Ну, короче, есть несколько форм, куда можно записаться. Как это можно, да? Но, смотрите, тут еще надо понимать простую вещь, я бы не переоценивал вот фичер как таковой, да, здесь все-таки должен быть, это комплексный подход, понимаете, что такое фичер для игры, которая ничем другим больше не обладает, кроме как с задачей накачать пользователей. Ведь, в принципе, задачу накачать пользователей решает платный трафик, да. Вопрос в том, вы, когда хотите фичер, вы хотите меньше денег на платный трафик заплатить, да, так если разобраться, но вы верите сами в свой продукт-то вообще? Или вы вот его хотите за счет кого-то монетизировать, другого? Нет, ну, если у нас маленькая команда, и для нас фичеринг, он жизненно важный. Смотрите, жизненно важный, вот для этого мы и ходим на эти конференции, чтобы понять, есть ли продукты, которые есть смысл поддерживать. Потому что мы тоже решаем вопрос ежедневно, на ежедневной основе, и не только мы, вот люди, которые ходят сейчас по залу, они тоже решают этот вопрос. Как оценивать игры в плане их перспективы, будущей, вот. Соответственно, для нас это очень ключевой момент. Как мы найдем продукт, в который есть смысл тратить время, потому что наше время эквивалентно деньгам, да, по большому счету для инвестора. Вот. Вот мы что решаем. И поэтому очень важно правильно понимать самему разработчику, что он делает. Вот, понимаете, мы тоже хотим это понять. Если мы это понимаем раньше, чем вы запускаетесь, тогда этот вопрос может решаться. А еще такой простой вопрос. Завтра вы получите фичеры, ваш проект зарабатывает, там, допустим, 10 тысяч долларов. У вас есть возможность их правильно потратить? Потому что потом фичером может и не быть год. То есть мы также смотрим на это, понимаете. Есть куча всяких компаний, да, которые получают фичер, а потом у них как бы вот тренд вот так вот падает. Потому что за все это время они даже не смогли найти нормального acquisition менеджера, да, который бы с ними продолжил работу. Кстати, еще дополню момент, что вот многие недооценят этот момент, но все инвесторы и паблишеры, они вообще хотят найти хороший контент. К сожалению, далеко не все разработчики делают этот процесс поиска легким для тех людей, которые хотят в них деньги вложить. Вот, например, если сидеть где-то непонятно в бункере, а потом в момент лаунча начать бегать и искать, кто бы меня там, не знаю, инвестировал за фичер, это очень глупая стратегия, она недалиновидная. Надо заранее про себя как-то, чтобы про тебя узнали. Но мы там стараемся как-то тоже выявлять там по своим каким-то коннекшенам там, да, вот конференциям, но это вообще-то болезненный момент, далеко не все понимают это. Многие думают, что им достаточно запуститься в этот момент, так сказать, они такие появляются где-то на горизонте, и все почему-то про них узнают, это так не работает. То есть надо, тут техническая часть не так, она важна, я имею в виду реализация, девелопмент самой игры, но процесс пре-лаунча, да, вот пре-лаунча, он очень важен. Чтобы все узнали про это, оценили, может быть, вы вообще это все консельнете там еще раньше, потому что, может быть, это просто нет смысла, может быть, это просто в принципе не взлетает. То есть найти людей, которые вам скажут, ребят, да вообще неправильно. Хотя есть примеры, когда такие люди говорили, нет, все неправильно, а эти игры становились там миллионерами, да. Такое тоже бывает, к сожалению. Ну, тут уж, извините, октябрь. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, у нас что со временем? У нас осталось три минуты. Я могу предложить вам очень короткие вопросы, которые прислали. И можете ответить на последний вопрос. Ага, давай. Добрый день, Бронислав, Азапс. У меня легкий вопрос. Давайте расскажите напоследок нам для мотивации какую-нибудь success story девелопера, который пришел, получил любовь к гуглу и стал классным за последнее время. Да нет. На самом деле, вы знаете, вот я, допустим, в команде нахожусь уже два года, да? Два года с половиной. И нет таких девелоперов, да? Что? Я просто, когда пришел, мне Дима передал пайплайн, который он вел, и если я не знаю, и все, кто были, да? Раньше, когда он появлялся на конференциях, его просто все обрепляли, и как бы работы было очень много. То есть мы эту как бы работу разделили, но факт в том, что количество девелоперов, когда перформили там года два назад, оно было то, что у нас есть сейчас, умноженное на три. Вот. Конкретные случаи, их на самом деле много, то есть вы можете посмотреть по рынку. У нас есть ребят, которые мы вообще подняли с нуля, то есть они не зарабатывали ничего, как бы сейчас даже в топ-гростинге находятся. Так как тех ребят, которые что-то уже умели, и мы их выросли еще больше. Мы не приписываем себе слишком много заслуг здесь, понимаете? То есть мы что-то, мы помогаем в разной степени, но мы тоже тут как бы ограничены. Ну, нам вот из таких известных кейсов прошлого года, вот кефир, пожалуйста, да? Ну, вот, пожалуйста, вам пример, который там по всем показателям там все превысил, все, что только можно. Ложки вам всем.